здравствуйте друзья в эфире программа юг а это значит что сегодня мы более подробно расскажем о событиях которые на мой взгляд играли немалую роль в жизни моих земляков итак сегодня в программе рассказ о деятельности магнитогорских депутатов городского собрания сюжет о системе частных аптек урал медсервис сегодня вашим собеседником будет известный магнитогорский музыкант педагог юрий павлович варфоломеев сегодня же мы предпримем робкую попытку приподнять пошатнувшуюся было репутацию сбербанка россии и завершить нашу программу сюжет сняты нами во время последнего кубка чемпионов по легкой атлетике который был разыгран в магнитогорске на третье заседание городского собрания было вынесено 10 вопросов среди которых главные отчет комиссии о работе над уставом города о мерах по обеспечению своевременной выплаты пенсий пособий и зарплаты а программы развития общего и среднего образования магнитогорске до 2000 года подробные отчеты о работе этого заседания уже опубликованы в городских газетах и прокомментированы магнитогорскими теле и радио обозревателями поэтому наша задача сузилась до необходимости простого знакомства с народными избранниками помните прежний горсовет вы чем-то отличаетесь значительно ну я прямо скажу что вот нынешний состав городского собрания по уровню подготовки по желанию по общественной активности ну во всяком случае не уступает а по многим позициям значительно превосходит уровень подготовленности или возможностей наших советов это бесспорно где ваших коллег есть люди которых можно отнести категории помните когда сатирики говорили одобрямс пока я не вижу а вы сами же наблюдаете за работой нашего собрания практически ни одного пустого предложения или для того чтобы засветиться на или там отметиться галочку что выступил я не вижу почти две трети магнитогорских депутатов а всего их 31 представлены рабочими коллективами промпредприятия доминирует здесь металлургический комбинат который предпринял весьма эффективную попытку образования в депутатском корпусе промышленного лобби именно это позволило избрать председателем собрания бывшего начальника крупнейшего в городе управления промжустрой ммк федора мухаммедзянова федор абдулович за окном идет снег я знаю что для мэра города эта проблема для вас для нас тоже эта проблема мы вместе с мэром работаем и над проблемами снега и над проблемами заработной платы и над проблемами не выплат каких-то и над проблемами значит строительство жилья в городе все вместе отрабатываем вопрос я уже говорил о том что и нас выбрали и главу выбрали и выбрали избирателей мы на них должны работать то есть если бы зарплата была вовремя то пусть некой это в июне правильно конечно ну вы неинтересно надо на урале чтобы пораньше лета наступала вы сильно потеряли зарплате конечно как это сказывается на вашем бюджете вашей семьи три раза ну мы живем вдвоем женой супруга вам сразу дала добро нет много было вопросов и замечаний их предусмотрели да пытался она и сегодня не дает в общем-то добра на эту работу потому что семи утра и до девяти вечера каждый день приходится работать прежде у вас были объекты были деньги была ответственность вы могли строить не строить отвечать приходилось конкретно перед заказчиком перед комбинатом сейчас ответственности нету кто с вас спросит неправильно сейчас еще больше ответственности мы должны отрабатывать таким образом вопросы чтобы те чаяния те проблемы избирателей которые имеются в городе то есть избиратели доверили той и другой власти все и собственность и жизнедеятельность избирателей поэтому мы должны работать на избирателей два профсоюзных лидера двое рабочих столько же предпринимателей двенадцать человек руководители и специалисты четыре врача пять преподавателей один работник у в.д. и один журналист так можно обозначить профессиональный состав собрания безусловной удачей для депутатского корпуса а значит и для всех моих земляков магнитогорцы можно считать наличие среди народных избранников начальника правового управления а у ммк любови гампер и директора магнитогорского филиала промской банка россии александра гробовского высочайших в своем деле профессионалов и еще одна примета времени в собрании появились люди уже достаточно веско сказавшие о себе как общественные деятели работающие по воле сердца и души на ниве благотворительности я пришел в городское собрание работать сто дней позади за эти сто дней сложно какую-то картину городского собрания нарисовать даже мне сложно сложно мне даже осознать это я представлял или не это может быть и хорошо что собрались люди разные и учителя и врачи и коммерсанты и предприниматели и начальники всех мастей это может быть хорошо каждое свое мнение ведь город у нас нельзя сказать что одни металлурги или одни строители одни врачи и одни учителя город разный и поэтому собрание должно быть разным а вот но и в этом то искусство может чтобы это разное собрание нашло какой-то компромисс это разумное решение приняло вы знаете вот вообще я за собой в основном избирателей чувствую в большей степени почему-то обездоленных потому что может с ними приходится больше всего встречаться общаться когда встречи про забирателей поэтому как-то прежде всего и больше всего голова болит за них это голова болит за них и когда на встрече с избирателями и в то же время когда принимается какое-то решение в самом собрании потому что те у кого дела получше в каком-то материальном плане финансовом те люди и сами могут сейчас из себя постоять себя обеспечить и просто-напросто проколенить себя а в большей степени меня волнуют те кому сейчас тяжело это пенсионеры студенты фамилия матвичук на слуху всегда была в городе то есть когда вы не были депутатом не имели статуса вы были как быть депутатом потому что к вас к вам народ шел толпами за помощью я имею ввиду вопрос главный вот может быть и не нужно было статус обретать все равно вы работали именно в этой вот плоскости этот статус мне нужен для решения некоторых вопросов но когда человек депутат уже решение будет вопросом много легче это вопрос касается какого-нибудь какого-нибудь бюрократического чиновника ну и что-то подобное этому это первое а вторых ну я не хотел бы сказать что здесь вот на заседаниях я теряю время во первых ну решаются насущные проблемы для города это во первых вторых я учусь здесь есть общение с людьми с которыми ну я могу мало где пообщаться поэтому мне это очень интересно и нужно и пользоваться то есть и мне и городу